Вы относитесь к тому, что Барак Обама, которому остались в считанные дни, ввел новые антироссийские санкции, не дожидаясь истечения предыдущих. В Конгрессе разрабатывается законопроект, и если он будет принят, Трампу, если он захочет, будет сложнее отменить санкции. И еще, вот вы ни разу не комментировали доклад о том, что якобы на Трампа собирали мы или в России компромат, в том числе во время его посещения Москвы. И чуть ли у нас есть материалы, как он с проститутками в московском отеле развлекался. Это правда? Вы видели эти файлы, видео, ролики? Ну и продолжая тему Америки, хочется узнать. Некоторые высказывания Трампа очень не понравились Меркель и Оланду, и отношение Америки со Штатами тоже, Америки с Евросоюзом ухудшается. Как вы к этому относитесь? Спасибо. У нас есть такая информационная структура, «Лайф» называется. Жизни поближе стараются у нас подъем. Вы знаете, есть такая категория людей, которые уходят не прощаясь, из уважения к сложившейся обстановке, к ситуации, чтобы ничего не нарушать. А есть такие люди, которые бесконечно прощаются, но не уходят. Вот уходящая администрация, по-моему, относится как раз ко второй категории. И что мы наблюдаем в Соединённых Штатах? Мы наблюдаем продолжающуюся острую внутриполитическую борьбу, несмотря на то, что выборы президента завершены, и они завершились убедительной победой господина Трампа. Тем не менее, в ходе этой борьбы, на мой взгляд, ставится несколько задач, может быть, их больше, но некоторые из них очевидны. Первое – подорвать легитимность избранного президента США. Кстати говоря, в этой связи хотел бы отметить, что хотят этого люди, которые это делают или не хотят, они наносят интересам Соединённых Штатов огромный ущерб, огромный ущерб. Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность. Вторая задача – это связать вновь избранного президента по рукам и ногам при выполнении данных им в ходе избирательной кампании обещания американскому народу, как внутри страны, так и на внешней арене. Ну, конечно, вот прикиньте, как можно что-то сделать по улучшению российско-американских отношений, если вбрасываются такие утки, как вмешательство каких-то хакеров в ход избирательной кампании. Хотя, ещё раз повторяю, хакеры ведь ничего не компилировали, ничего не придумывали. А кем бы они ни были, они только вскрыли материал. Или, тем более, если у российских спецслужб есть какой-то компарматериал против вновь избранного президента. Вот смотрите, я с господином Трампом не знаком, я его никогда не встречал. Я не знаю, что он будет делать на международной арене. Поэтому у меня нет никаких оснований не нападать на него, критиковать его за что-то, не защищать, как бы то ни было. Мы даже не будем обращаться в Нобелевский комитет, чтобы ему присвоили Нобелевскую премию по математике, по физике либо по какому-то другому предмету. У меня нет для этого никаких оснований. Но вот эти вбросы – это очевидная фальшивка. Трамп, когда приезжал в Москву, даже не помню, когда он приезжал, несколько лет назад, он ведь не был никаким политическим деятелем. Мы даже не знали о его политических амбициях. Он просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли? Да, конечно, нет. Это просто полный бред. Первое. Второе. Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже, да, а во-вторых, человек, который всю, ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такой представить, что он побежал в Атель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они, безусловно, и они у них самые лучшие в мире, безусловно. Но сомневаюсь, что Трамп это клюнул на это. Ну, наконец, вы знаете, что хочу сказать? Проституция – это серьёзное такое безобразное социальное явление. Ведь молодые женщины занимаются этим в том числе и в связи с тем, что им, ну, они по-другому не могут обеспечить себя достойным образом. Это в значительной степени и на общество и государство. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений. Кстати говоря, Россия постоянно имеет дело с такими людьми. Но с нашими оппонентами. Но то, что вот такие методы используются против избранного президента США, это, конечно, уникальный случай. Такого ещё никогда не было.